Три дня мы специально выдерживали паузу и постоянно отслеживали несколько десятков западных СМИ для того, чтобы проанализировать заявления лидеров некоторых западных стран, экспертов, аналитиков или просто почитать редакционные статьи ключевых изданий, посвященных одной и той же теме. Итак, чуть больше года назад в прекрасном стиле Азербайджан одержал убедительную победу над Арменией в 44-дневной войне по освобождению оккупированного Карабаха. Эту победу не следует рассматривать линейно, потому что само событие имеет несколько слоев. Понятно, что как ни старались армяне преподнести войну в Карабахе, как борьбу каких-то непонятных арцахов за свою самоналиваемость. Всем было понятно, что все там делается силами вооруженных сил самой Армении. Скажем так, артисты из армян получились так себе, да они не сильно и вживались в эту роль. Но на самом деле, ни захват Карабаха, ни его удержание силами Армении просто невозможно физически. Те, кто помнит начало истории, прекрасно знают, что захват Карабаха осуществлялся силами их тамнетов из-за РФ. Ну а потом, когда захват состоялся, то укрепление оккупированного региона осуществлялось уже средствами РФ, как в финансовом, так и в материальном плане. Ведь все оружие, боеприпасы, спецтехника, оборудование, использованное там, имеет российское происхождение. Там все настолько просто, что нечего даже доказывать. Армения не имеет собственного производства, ни оружия, ни боеприпасов, ни всего остального, что необходимо для войны в Карабахе. Но она не имеет и финансовых ресурсов для того, чтобы все это закупить у сторонних производителей. Поэтому все железо она получает из РФ либо в виде военной помощи, либо в виде бартера в оплату за базирование российских войск на территории Армении. То есть, для того, чтобы закончить войну в Карабахе, Москве, было достаточно прекратить поставлять туда оружие и на том все бы закончилось. Более того, только одной угрозы прекратить поставки железа было бы достаточно. Ереван просто не мог развернуться и начинать брать оружие у кого-то еще, поскольку больше никто его даром не даст. А если и даст, то не станет бесплатно поставлять в режиме нон-стоп, если начнется драка. Ведь важно не только наличие оружия и боеприпасов, но и возможность их поставлять в случае необходимости. Отсюда следует, что в общем в Карабахе воевала РФ с той или иной долей участия, но однозначно война проходила за счет Москвы. Поэтому победить Армению для Азербайджана не представляло никакого труда и даже без использования новых методов ведения войны. Другое дело, что в случае нехороших раскладов для армян, там возникли бы вооруженные силы РФ уже со своей логистикой, а это уже другая история. Поэтому Азербайджан одержал победу не только потому, что использовал байрактары, но и потому, что возможность вступления в драку российских войск с той же самой базы Гюмри была нейтрализована готовностью Турции сделать то же самое. А поскольку турецкая армия намного более эффективна и плечо логистики через Турцию в Азербайджан короче и надежнее, то Москве пришлось просто стать в сторону и тогда, впервые получив такую возможность, Азербайджан раздолбал Армению начисто. Причем это была контролируемая победа в том плане, что Азербайджан смог остановиться и не забил армянскую армию в огромный мешок с полным уничтожением. Хотя очевидно, что оформление мешка уже было практически закончено. Но что важно, кто-то в Баку и Анкаре взвесил последствия полного разгрома и принял решение о том, что остаток армянско-российского присутствия можно будет легко ликвидировать уже без особого силового воздействия. Конечно, хотелось бы со всем этим покончить раз и навсегда, но сейчас мы видим, что у Баку уже складываются довольно неплохие отношения с тем же Парижем и другими, кто открыто поддерживал Армению. То есть был найден и соблюден хрупкий баланс, отсутствие которого создало бы долгосрочные проблемы, которые пришлось бы долго решать. Почему ряд европейских стран во главе с Францией выступили на стороне Армении? Усилиями самого Еревана и Москвы была выстроена абсурдная конструкция, в которой Азербайджан был записан в ряды агрессора. Это при том, что он не оккупировал ни метра армянской земли и даже не претендовал на это, а просто освобождал свою территорию от настоящего агрессора, который ввалился в Азербайджан, убил его граждан и оккупировал значительную часть страны. Тем не менее армяно-российские эмиссары перевернули ситуацию с ног на голову и стали исходить из того, что Азербайджан допустил немотивированное насилие и начал агрессивную войну. Но то, что Париж и Берлин играют за сборную Москвы уже давно понятно. Самое мерзкое здесь не то, что за путинские деньги они могут исполнить любой минет, а то, чем они это прикрывают. Они полностью дискредитировали суть принципа переговорного урегулирования конфликтов. Когда они говорят, что конфликт не имеет военного решения, это значит одно – они отрабатывают бабло Путина. Потому что все эти формулы Штанмайера, советы Саркази и позиции Меркель – разные названия одного и того же явления – принятие условий Путина. В последнее время это прямо сказал Макрон. Надо учитывать интересы России. И Меркель. У Германии с Россией всегда складывались особые отношения. На самом деле эти особые интересы продемонстрировал экс-канцлер Ферго Шреддер и бывший премьер-министр Франции Фийон, которые теперь официально работают в путинских компаниях-карманах. Или Николя Саркази, чьи финансовые отношения с РФ сейчас рассматриваются в суде. Поэтому, когда из Парижа или Берлина раздаются призывы к переговорам в ситуации, когда одной стороной является РФ или за ней стоит РФ, надо четко понимать, что речь не идет о переговорах в прямом смысле слова. Все эти Штанмайеры, Меркель, Макрона и Саркази будут уговаривать капитулировать перед Путиным. Так произошло с Саакашвили, который покрыл себя несмываемым позором, капитулировав на условиях Путина. Именно так Меркель пыталась уговорить Пороха капитулировать, и он послал ее, Оланда и Путина подальше. Тот же Фокус пытались провернуть с Азербайджаном, но тот никого и никуда не посылал, а сделал проще. Выбил армяно-российских их тамнетов с огромной части оккупированной территории, а то, что осталось, полностью утратило боеспособность. А главное то, что на практике Азербайджан показал ошибочность и вредность того, что и как делают ведущие европейские правительства в такой ситуации – агрессор, будь то РФ, армяне или нелегалы, идущие из Беларуси, априори переступили через все нормы и разговоры с ними нужно вести с позиции силы. И вот тогда, если они еще смогут слушать и говорить, до них дойдут добрые слова. И вот прошел год с тех пор, как эти европейские россказни были опровергнуты самым непосредственным образом. И что? Да ничего. Ни один Макрон или другая московская равка даже не пикнули и не сказали о том, что ошиблись. Более того, ни одно независимое СМИ, килотоннами лившее помои на Азербайджан, не вернулось к этой теме и не сделало анализ ситуации в том плане, чего удалось добиться за тридцать плюс лет бесплодных переговоров и что удалось сделать за 44 дня боевых действий. Ни единого. Это все, что нужно знать обо всем этом. Ну а мы поздравляем Азербайджан с Днем Победы. Желаем ему зачистить от оккупанта оставшуюся часть своей территории, чтобы спокойно строить мирную жизнь, но оружие держать смазанным и почищенным. На всякий случай. Наш День Победы еще впереди. У нас больше работы, поскольку и территории враг захватил больше и как ни крути, только нам суждено ровнять бульдозерами кремлевский бункер. Но так оно и будет, несмотря ни на что, и как бы это фантастично не выглядело. Ведь если бы в августе прошлого года кто-то сказал, что в ноябре следующего в Шуше будет праздничный салют по случаю годовщины Победы, в это не поверили бы. А салют был. А салют был. Салют был. Субтитры создавал DimaTorzok